Авраам не узнает, и Израиль не принимает, то Бог все равно знает своих, как бы скажем таким образом, являясь отцом нашим. Не-не-не, это ни в коем случае не это подразумевается. Мы вчера остановились на чем? Хорошо, давайте, значит, мы будем сейчас говорить о справедливости. Значит, еврейское слово миспат, может быть, мишпат, как правильно, кто знает, суд. Мишпат, да? Мишпат, короче. Мишпат, это суд. Значит, в Танахе оно встречается 420 раз. 420 раз. И чаще его переводят как суд. В книге пророка Исаии, в 18-ти местах, где встречается это слово, оно чаще всего используется либо как параллельно, либо близко похоже на слова седок или седака, правда. Седака, да? Седак, седака. Седака, да. В 18-ти местах у Исаии, где используется это слово, оно либо параллельно, либо близко по смыслу похоже на слова цедак или цедака, то есть правда. Считается, что вообще корневое значение этого слова по смыслу больше все-таки подходит как судья, судья. Поэтому при использовании этого слова часто значение его имеет как судить-управлять или суд-приговор. Значение этого слова часто имеет смысл как судить-управлять или суд-приговор. Мишпад, да. Судить-управлять, суд-приговор. Суд-приговор. А также оно может иметь еще такое значение, как манера, обычай, образ жизни согласно сделанным суждениям. Сделанным суждением. Манера обычай, образ жизни это все значение этого слова, которое может оно воспринимать. согласно сделанным суждениям. И еще есть взыскание или осуждение. Взыскание или осуждение. вынесенный приговор. Исайя 43, 26. Припомни мне, станем судиться. Говори ты, чтоб оправдаться. Вот слово судиться в данном случае это слово мишпад. Здесь оно, видите, имеет значение как бы судиться. 43, 26. Из-за того, что это слово имеет такое большое многозначное значение, да, да, то есть и поэтому его иногда переводят по-разному. То есть в зависимости от того, да, какой он в контексте несет смысл. Хотя употребляется одно и то же слово, но из-за контекста видно, какой смысл он нам больше несет. И таким образом его и переводят. Интересно, что синонимом этого слова является слово торах, что в переводе обозначает, ну, тора, да, что в переводе обозначает закон. Учение, ну, это так же переводится как закон. Ну, в данном случае мы говорим именно как о законе. В этом значении оно является синонимом этого слова мишпад. И вот богослов Снейд говорит, ни это слово, то есть мишпад, ни его ранний синоним тора, позже которое обрело более значение как закон, никогда не могут быть полностью отделены от Бога. Для нас справедливость означает либо требование некоего нравственного закона, либо, что чаще, королевского правосудия. Для древнего еврея она означала требование закона Божьего и божественное правосудие. То есть что он говорит, что ни слово закон, да, Божий, то есть, ну, само слово тора, да, закон, ни слово мишпад, о котором мы говорим судья, да, ну, суд, что они не могут быть никаким образом отделены от Бога. Потому что настоящий суд, то есть в котором мы будем видеть справедливость, да, он может исходить только от Бога. И настоящий закон, в котором мы можем видеть также справедливость, он тоже может исходить только от Бога. Поэтому он и говорит, что ни то, ни другое слово, ну, в своем значении, не может быть отделено от Бога. А можно еще раз определение? Можно. Ни это слово, ни его ранний синоним тора, то, что позже называется закон, никогда не могут быть полностью отделены от Бога. Для нас справедливость, можете видеть в кавычки, означает либо требование некоего нравственного закона, но это похоже, как мы вчера говорили, помните, за правду, да, что правда у каждого своя, но есть одна истинная правда, которая принадлежит Богу. Справедливость означает либо требование некоего нравственного закона, либо, что чаще, королевского правосудия. Для древнего еврея мы не закончили. Справедливость означало требование закона Божьего и божественного правосудия. Для древнего еврея справедливость означало требование закона Божьего и божественного правосудия. Требование закона Божьего и божественного правосудия. Смысл понятий на запределение, да? Вопросов нет? Еще одно определение, которое высказал Элл Моррис. Он говорит так. Суд, как понимали его древние евреи, был в первую очередь действием Бога. Яхве есть Бог правды. Исаия 30.18 Это в определении, да, да. В определении Исаия 30.18. Давайте запишем до конца, потом прочитаем. Или даже Бог правосудия, Малахия 2.17. Исаия 30.18. Или даже Бог правосудия, Малахия 2.17. Еще одно предложение. 2.17. Правосудие это его дело. Его с большим буквами, имеется в виду Бог. поскольку никто не наставлял его на путь правды. Исаия 40.18. Ну да, имеется в виду, что правосудие это дело Бога, поскольку никто не наставлял Бога на путь правды. Исаия 40.14. Давайте прочитаем эти места, ясно. Исаия 30.18. И потому Господь медлит, чтобы помиловать вас, и потому еще удерживается, чтобы сжалиться над вами. Ибо Господь есть Бог правды, блаженный все уповающие на Него. Малахия 2.17. Малахия 2.17. Вы прогневляете Господа словами вашими и говорите, чем прогневляем мы Его. Тем, что говорите, всякий, делающий зло, хорош пред очами Господа. И к таким Он благоволит. Или где Бог правосудия? Исаия 40.14. С кем советуется Он? И кто вразумляет Его? И наставляет Его на путь правды? И учит Его знанию? И указывает Ему путь мудрости? Из этого мы могли бы сделать вывод, что в идеале человеческое правосудие должно соответствовать божественному правосудию. Но это было бы идеально, понимаете, да? Если бы человеческое правосудие соответствовало бы божественному правосудию. И вот тоже интересное высказывание говорит Снейт. «Нен судья, будь он священник или пророк, не мог произнести ни одного суждения, которое бы нельзя было рассматривать как достоверное Слово Божие. Поэтому следует считать, что вершить межпад, Исхия 6.8, означает выполнять Божью волю, как она была явлена в прошлом опыте, или, возможно, предпочтительнее уясненную из прошлого откровения. «Записывать хотите это? А? «Ни один судья, будь он священник или пророк, не мог произнести ни одного суждения. Не мог произнести ни одного суждения. Которое бы нельзя было рассматривать как достоверное Слово Божие. Не мог произнести ни одного суждения. Которое бы нельзя было рассматривать как достоверное Слово Божие. Поэтому следует считать, что вершить межпад, вершить межпад, Мехея 6.8. Означает выполнять Божию волю, как она была явлена в прошлом опыте. Как она была явлена в прошлом опыте. Или, возможно, предпочтительнее уясненную из прошлого откровения. Или, возможно, предпочтительнее уясненную из прошлого откровения. Уясненную из прошлого откровения. Высказывание понятно? Снэйт. И давайте тогда Мехея 6.8 прощим. О человек, сказано тебе, что добро, и чего требует от тебя Господь? Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим. Из книги Исайя мы видим, что Исайя видит причину, почему предстоит падение Израиля. Это в том, что происходило падение правосудия. То есть правосудие, оно стало опускаться на очень низкий уровень. То есть судили не так, как говорил об этом Бог. Понимаете, да? И Исайя в этом видел, что чем ниже уровень был правосудия и чем он меньше соответствовал Слову Божьему, тем это ближе приближало падение Израиля. В этом он видел прямую связь. Чем ниже был уровень, становился ниже уровень правосудия в Израиле, то есть чем он менее соответствовал Божьим постановлениям, тем быстрее приближалось время падения Израиля. Это как причина-следственная связь. Понимаете, да? В результате падения правосудия имеется в виду оценка уровня на божественном уровне, да? Понимаете? То есть в результате этого приближалось падение самого Израиля. Исайя 1.21 и 5.7 Как сделалась блудницу верная столица, исполненная правосудие? Правда обитала в ней, а теперь убийцы. Виноградник Господа Савуофа есть дом Израилев, и мужи Иуды, любимое насаждение его. И ждал он правосудия, но вот кровопролитие, ждал правды, и вот вопль. В этих двух стихах используются оба этих слова. Мешпад и цедок. Которые имеют между собой взаимосвязь. Нет правды, нет правосудия. В результате убийства, в результате кровопролития. Также можем увидеть, что Исайя видит, что в действительности искупления оно своего рода будет достигнуто судом. Искупление, да, будет достигнуто судом. Ну, имеется в виду, вот хотя не совсем понятно до конца, что больше все-таки имеет в виду Исайя. является ли это действием Божьим или все-таки действием народа, когда он говорит о том, что достигнется судом. Почему? Потому что, например, вот в 27 стихе, во второй его части, это первая глава. «Сеон спасется правосудием и обратившиеся сыны его правдой». То есть здесь как бы мы видим, что в итоге спасение придет через правосудие. Видите, да? И впечатление создается, что все-таки Исайя делает акцент на то, что именно народ это будет делать. То есть, что будет восстановлено правосудие, понимаете, да? И в результате этого придет спасение. Ну, то есть, правосудие какое? Божественное будет восстановлено в Израиле. Ну, народом как бы. И в результате этого придет спасение. Давайте теперь посмотрим Исайя 4.4. «Когда Господь омоет скверну дочерей Сиона и очистит кровь Иерусалима из среды его духом суда и духом огня». А здесь мы видим, что Он говорит о суде и правосудии, которое будет Бог производить. Видите, да? 3.14. «Господь вступает в суд со старейшинами народа своего и с князьями его. Вы опустошили виноградник, награбленное у бедного в ваших домах». Здесь мы видим, что Бог судится с кем? Судили. С кем? Со старейшинами. С главами народа. Видите, да? «Старейшины и с князьями». То есть в данном случае Он судится и выступает судьей не ко всему даже народу, а к старейшинам. Видите, да? То есть главам, те, кто руководил народом. 5.16. «А Господь Савуов превознесется в суде, и Бог святый явит святость свою в правде. И здесь говорится, что Он есть Бог правды, который будет превознесен в суде. То есть в результате Его суда, да, Он будет превознесен. И также 30.18. «И потому Господь медлит, чтобы помиловать вас, и потому еще удерживается, чтобы сжалиться над вами. Ибо Господь есть Бог правды, блаженный все уповающие на Него». Давайте еще 10-ю главу 1-2 стих. «Горе тем, которые постановляют несправедливые законы и пишут жестокие решения, чтобы устранить бедных от правосудия и похитить права у малосильных из народа моего, чтобы вдов сделать добычу своей и ограбить сирот». Мы видим, о какой проблеме говорит Исаия, да? То есть, что это конкретное нарушение закона Божьего. И что судьи поступают таким образом. И в этом он видит большую проблему и падение самого Израиля. 9-7 «Умножению владычества Его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве Его, чтобы ему утвердить Его и укрепить Его». Давайте прочтем, извините, 6-7 стих. «Ибо младенец родился нам, сын данном, владычество на ременах Его и нарекут Ему имя, чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Умножению владычества Его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве Его, чтобы ему утвердить Его и укрепить Его судом и правдой отныне и до века. Ревность Господа Савуофа соделает это». Значит, здесь говорится о том, что должен родиться младенец, который утвердит свое царство судом и правдой. Ну, мы знаем, что это мессианское одно из пророчий, да? Но мы сейчас не рассматриваем это как мессианское пророчество. И давайте сравним это с 16 главой пятым стихом. «И утвердится престол милостью и воссядет на нем в истине, в шатре Давидовом, судья, ищущий правды и стремящийся к правосудию». То есть мы видим, что здесь есть схожая мысль, видите, да? То есть Его престол утверждается чем? Что Он является судьей, ищущим правды и стремящийся к правосудию, видите? А правосудие, мы сказали, это что? Оно неразделимо с Богом, да? Ну, настоящее правосудие. Хорошо. Делаем перерыв, потом продолжим. Субтитры сделал DimaTorzok